Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжаем изучение темы «Слесарная операция». Сегодня мы с вами познакомимся, снова видим операции. Это опиливание металлов и других конструкционных материалов. Опиливание металла – это снятие небольшого слоя металла с заготовки при помощи специального слесарного инструмента «Напильник». Слесарный напильник – это слесарный инструмент, который служит для опиливания конструкционных материалов, таких как металлы, древесина, пластмасса и другие. Это может быть кожа, резина и любые другие конструкционные материалы. Рабочая поза при выполнении операции. Вы становитесь перед обрабатываемой заготовкой. Если она у вас зажата в тисках, то у вас левая нога выставлена немножечко вперед, правая под небольшим углом к левой. Угол примерно 60 градусов. Правой рукой вы охватываете рукоятку напильника, так, чтобы у вас рукозательный палец находился поверх рукояти. А левая рука у вас находится с другого края напильника. Вы прижимаете напильник к заготовке. Проводя поступательное движение вперед, это движение рабочего хода, вы снимаете с заготовки часть материала. Назад вы ослабеваете нажим и отводите напильник в крайнее положение. Это называется холостой ход. Ни в коем случае нельзя зажимать край напильника рукой. Почему? Потому что вы можете при обратном холостом ходе удариться об заготовку и поранить свою руку. Слицарный напильник состоит из нескольких основных частей. Ну, это самое первое. Это рукоятка напильника. Это пятка напильника. Это полотно напильника с насечками. И это носок напильника. Виды напильников по форме. Все напильники делятся на плоские, полукруглые, квадратные, трегранные, круглые и ромбовидные. Плоские напильники предназначены для обработки плоских поверхностей и также прямоугольных пазов и отверстий. Полукруглые напильники предназначены для обработки полукруглых вогнутых и выпуклых поверхностей. Квадратные напильники предназначены для обработки квадратных отверстий и узких пазов. Трёхгранные напильники предназначены для обработки трёхгранных отверстий, заточки зубьев пил и обработки углов в заготовках и деталях. Круглые напильники предназначены для растачивания круглых отверстий, для обработки углов, имеющих вогнутую поверхность. Ромбовидный напильник предназначен для обработки узких углов и зубчатых колёс. Виды напильников по насечке делятся с крупной насечкой на драчёвые, средняя насечка – личные, бархатная – это мелкая насечка, рашпиль – это очень крупная одиночная насечка, и надфиль – это маленький напильник с очень мелкой насечкой, который предназначен для обработки небольших заготовок. Виды насечки напильника. Бывают А. Одинарная насечка. Вы видите, что насечка делается под углом к полотну напильника. Б. Двойная насечка. И В. Рашпильная насечка. А. Одинарная насечка – это просто полоски, которые нанесены на тело напильника. Б. Двойная насечка – это когда полоски нанесены крест-накрест на теле напильника. Б. Рашпильная насечка – это когда каждый зубец выполнен отдельно на теле напильника. Б. Рашпиль – это напильник с очень крупной насечкой. Б. Вот вам для образца показана фотография рашпиля. Б. Вы можете увидеть, что каждый зубец там выполнен отдельно. Б. Техника безопасности при работе с напильником. Б. Как при работе с любым другим инструментом, мы должны выполнять определенные правила. Б. Это – работать можно только напильником с исправной и прочно насаженной рукояткой. Б. Нельзя работать напильником с трещинами. Б. Напильник нельзя бросать и ударять им о других предметы. Б. Давайте определим, какие новые слова и понятия мы с вами сегодня ознакомились. Б. Это опиливание металла. Б. Напильник – это напильник. Б. Это ручка, пятка, нос, насечка, рашпиль, плоский напильник, круглый напильник, квадратный напильник и так далее. Давайте проверим свои знания. Для опиливания металла применяют А. Молоток и зубила Б. Слесарный напильник В. Слесарную ножовку Дайте правильный ответ. Проверьте свои знания. Как называется данный инструмент? А. Слесарные ножницы Б. Слесарная ножовка В. Слесарный напильник Проверьте свои знания. Напильники бывают А. Квадратные, большие, маленькие, тонкие, толстые Б. Плоские, круглые, квадратные, трехгранные В. Круглые, твердые, мягкие, холодные Какой слесарный инструмент имеет насечку? А. Слесарный напильник Б. Слесарные ножницы В. Слесарная ножовка Для какой операции применяют напильник? А. Опиливание металла Б. Разметка заготовки В. Рубка металла Опиливание металла Это А. Помещение для обработки металла Снятие небольшого слоя металла с заготовки при помощи напильника В. Столярная операция Рашпиль Это напильник А. С очень мелкой насечкой Б. С очень крупной насечкой В. С очень красивой ручкой Спасибо за внимание Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова